МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Екатерина Хромова. Моя Россия. Интеллектуальный конкурс с патриотическим уклоном для школьников и студентов организовали в Воронежской технологии. Цель – развитие творческих и мыслительных способностей у детей и подростков, а также помощь им в выборе профессии. Чем удивлялись жюри юные таланты и кем сами ребята мечтают стать в будущем, узнала Алина Белокопытова. Показать свои таланты и знания в Воронежском университете инженерных технологий собрались больше 150 школьников и студентов из столицы Черноземья, районов нашей области, а также соседнего Белгорода. Все они участники патриотического конкурса «Моя Россия». На суд жюри ребята представили самые разные работы – от научных докладов и серьезных презентаций до творческих выступлений с песнями и стихами о родине, в том числе на военную тему. «И однажды, как награда, весь изранен, но живой. Папа, милый, вот он, рядом, я спою тебе, родной». Вот эти строки мне больше всего нравятся. Девочка встречает своего папу, он весь изранен, но главное – он живой. Девочка бежит к папе и обнимает его. Это очень трогательный момент. Вот это не только папа, но и сыновья уходят на войну, приходят с войны. Так радуются матери, бабушки. Все радуются, что они живыми пришли. Пострелять в учебном тире, собрать и разобрать автомат на время и даже снять отпечатки пальцев. Помимо конкурсной программы, ВУЗ подготовил для ребят массу интересных заданий. Все это в рамках профориентации. Быть может, кто-то из участников пополнит строй абитуриентов технологики. Вопрос, куда пойти учиться, как нельзя, актуален, признаются старшеклассники. Впрочем, есть среди них и те, кто с будущей профессией уже определился. Я хочу стать военным. Я считаю, что быть военным – это значит служить своей стране, служить своей родине, России. Я считаю, это достойный повод для того, чтобы поступить в нашу школу. А в будущем я хочу стать военным, поступить в Федеральную службу безопасности, в институт и отучиться служить стране своей. У меня мой дедушка, прадед, тоже они служили, были офицерами. И я хочу быть похожим на них, может даже и выше стать. По словам педагогов, сейчас патриотическому воспитанию в школах и вузах уделяют особое внимание. А еще стараются развивать у детей и подростков творческие и спортивные навыки, чтобы образование было всесторонним. Мы у себя в вузе, в приемной комиссии разработали положение, которое очень хорошо стимулирует студентов заниматься вот этой общей работой. Если пришел абитуриент, у него спортивный разведок, у него какое-то удостоверение, что он участвует в кружках или там науками занимается, мы обязательно добавляем ему к проходному баллу несколько баллов, чтобы, так сказать, сразу иметь в виду. И умные студенты, они всегда нужны. Умные, активные, это очень важно. Экономика, математика, история, общество знания, литература и краеведение. В каждой из этих шести номинаций члены жюри определили победителей и призеров. Им торжественно вручили дипломы, всем остальным – сертификаты участников. Так что с пустыми руками не ушел никто. Тем временем в музейно-выставочном центре главного корпуса ВГУ открылась экспозиция «Сад семейного собрания». Так когда-то назывался «Сквер дома офицеров». Здесь в одном пространстве сосуществуют работы воронежских художников и экспонаты из Рамонского благотворительного музея Альденбургских. Например, репродукции солнечных картин великой княгини Ольги Романовой, оригинальные открытки с ее рисунками, копии ее свадебного платья. Ольга Александровна и ее первый муж были крестными многих крестьянских детей в Рамоне, о чем свидетельствует вот этот крестик с благословением и надписью «Петр Альденбургский», который, кстати, как и большинство реликвий, был передан музею. С 2009 года там уже скопилось около 200 экспонатов. Народный костюм нам передала одна семья. Мы очень долго искали, чтобы это был целиком костюм. И в таком же наряде была Ольга Александровна. Она привозила бусы для своих крестьянок и раздавала им. И есть фотография на нашей выставке из ее рамонского альбома, где именно в таких бусах и в крестьянском костюме она и ее первый муж Петр Альденбургский. Ольге Александровне был талант. И она своим талантом, акварелями, живописью, рисунками, она этим зарабатывала себе на жизнь уже в эмиграции. Она прожила долгую жизнь, 78 лет. Сначала в Дании, на родине ее матери Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары. Потом уже в Канаде, после Второй мировой войны. И за все это время, за всю жизнь она нарисовала более двух тысяч картин. Также для гостей выставки подготовили сюрпризы. Небольшую сценку, посвященную жизни Альденбургских в Рамоне. И романсы на музыку Рахманинова, которые исполнила выпускница Академии Гнесиных Екатерина Егорцова. В финале для всех желающих провели экскурсию. А коллекционер Евгений Панков рассказал о неизвестных живописцах Воронежа. В качестве мостика между поколениями в экспозицию добавили работы современных художников. Есть очень необычные картины, например, Михаила Кудашова, который работает в технике скульптурной живописи, то есть 3D-акрила. Объединила их галерея Воронеж-Живописный, основала ее преподаватель медуниверситета, геронтолог Марина Селютина. Идея была такова, рассказать людям, как через творчество люди могут жить дольше, иметь более высокое качество жизни, меньше думать о болезнях, а больше думать о радостях жизни, о творчестве и о всем, что сопровождает творчество. Ну и как мне кажется, что эта идея достаточно интересна. И мне, как врачу, как геронтологу, очень важно показать, что творчество – это один из способов продлить жизнь. И пока это все. Оперативная лента новостей обновляется на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Завтра итоги недели подведет мой коллега Иван Грищук. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова